Автолюбители, представители общественных объединений и просто все желающие собрались в выходной день, чтобы принять участие в автопробеге под названием «Замирную Беларусь» и поддержать республиканский пробег «Минск-Гродно». Порядка 60 автомобилей собрались на площадке возле мемориала «Брестская крепость-Герой». На этот раз инициативу по организации автопробега взяли на себя жители нашего города. Для меня конкретно это событие очень знаковое, потому что мы очень долго планировали этот автопробег. И нам его разрешили наконец-то параллельно вместе с общереспубликанским «Минск-Гродно» проходит региональный «Брест-Кобрин». Этот пробег организован в поддержку мирной Беларуси, действующей власти и непосредственно Александра Григорьевича Лукашенко. Здесь, если видите, собрались люди, которым небезразлична судьба и будущее своих детей, и будущее своей страны. Автопробег начался с возложения цветов к вечному огню и минуты молчания, после чего колонна двинулась по маршруту «Брест-Кобрин». Участники подчеркнули то, что акция носит мирный характер. Сейчас как никогда важно чтить память героев нашей страны. Беларусь – красивая страна с богатым прошлым, а ее жители – умный, трудолюбивый и миролюбивый народ, которому небезразлична ее судьба. Мы едины, и мы хотим вот этот пробег, чтобы прошел именно под мыслью объединения не только всех белорусов, но и соединить вот эту историческую память двух городов – Бреста и Комрина. Сбежку действующей власти за наше мирное будущее, за будущее наших детей. На следующий день после автопробега наша съемочная группа отправилась в центр Бреста, чтобы своими глазами увидеть, как прошло воскресенье, которое было протестным на протяжении трех последних месяцев. Несколько десятков людей прогуливались по Брестскому Арбату. Ответить наверняка, демонстрировали ли брещане свою позицию в другом формате, или просто шли по делам сложно. Никто не собирался в колонны и не доставал символику.